Смотрите, вот телек обычный Samsung. Здесь HD разрешение, 1366 разрешение. Вот смотрите, это 4К монитор. Смотрите, диаметр даже, мне кажется, и там больше. Толщину замерить, поставить как-то нибудь. Они, смотрите, прикольно, одинаковый размер. Это телек Samsung обычный. Нет, чуть-чуть опусти. Вот так, всегда вот так. Это обычный, это даже не Smart TV телевизер. Да, точно. Нет, даже меньше. Вот этот меньше. Монитор больше. Вот говорят же многие засветы. Вот смотрите, черный цвет. Вот смотрите, ваши засветы. Здесь выставлена полностью яркость. Только вот так. Есть там чуть-чуть внизу и засветы. Или здесь есть почему-то. Ну это не видно прям вот так. Вот я фокусирую камеру. Вам видно, не видно? Ну внизу есть. Это мне не важно, короче. У меня, короче, денег нету там. Дороже покупаю. Дорого стоит 4К. Это самое оптимальное решение. Ставь лайк, подписывайся и нажми на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Будем распаковывать 4К монитор. Он, короче, вот так по рисунке выглядит. Купил в магазине. Могу ссылку дать в Алиэкспрессе. Стоит чуть дороже, чем в магазине. Если в вашем городе нету такой монитор, можете купить Алиэкспрессе. Давайте приступим к распаковке товара. Снимай. Я распаковываю. Вот распаковываем. Вот первое впечатление распаковки штибейка монитора. Смотрите, у него отдельная зарядка идет. Как ноутбук, короче, питается она. Это хорошо, когда у монитора есть отдельный блок питания. Подставка, короче, для монитора. Серебристый цвет. В комплект входит HDMI. Квадратный такой, я забыл, какая версия это. Высокоскоростной. 60 герц выдает этот HDMI. Вот эта подставка для вот этого монитора. Что-то вот так ставится, да? Или вот так. В общем, два HDMI дается. Вот диск драйвера дается. Но я не буду распаковывать, не важно. Вот диск дается. Вот инструкция там. Вот смотрите, можете мощность прочитать. Блок питер. Вот характеристки. С той стороны, вот здесь какая-то лампочка есть. Индикатор. 4К. Реально она большая. Вот такой. Рюбнодругой ладони ставите. Вот такой примерно. Смотрите, здесь яркость. Что-то 370 написано. Один миллиард цветов. Прикиньте. Обычный мониторинг 16 миллионов. Смотрите. Один миллиард цветов. Это марка Samsung. Сзади смотрят. Гарантия дается год. Ну, в течение четырнадцать дней его можно возвратить обратно, если что-то не устраивает. По параметре это написано. Монитор. Вот смотрите, здесь HDMI 1 написано. Здесь HDMI написано. Я снимаю обзор на монитор 4К. С разрешением 3840 на 2160 пикселей. Тип матрица TN. 28 дюймов. Диагональ 70 сантиметров будет. Вот я рулеткой вам замерю. Высота его будет 34 сантиметра. Ширина его 62 сантиметра. Вот действительно у него 70 сантиметров. Многие блогеры говорили, что здесь просвечивается. Здесь я на ютубе видел, что у многих здесь просвечивается. Говорят, плохой монитор просвечивается вот здесь по бокам. Особенно на черном фоне вот это. У них просвечивается здесь. Я думаю, это у них брак все-таки какой-то. Вот здесь она, смотрите, абсолютно не видно. И у меня здесь выставлена вот яркость. Я зайду, все на 100% выставлено. Вот смотрите, 100% все выставлено. А вот по бокам ничего не просвечивается, не наблюдается. Замечательный монитор. Те матрицы быстрый отклик, чем у IPS. Ну это блогеры говорят. Зайдем в разрешение экрана. Вот действительно у меня вот здесь 4К настроен. Разрешение экрана. Здесь можно дополнительный параметр узнать, сколько у вас. Выдает монитор. Вот сейчас 60 Гц у меня выдает частотой. Вот он у меня подключен на GTX 1050 на 2 ГБ. У меня не TI, а GTX 1050. Вот у меня процессор. Вот свойства компьютера зайдем. Процессор Pentium на 3,3 ГГц. Двухъядерный, двухпоточный. Здесь два оперативки стоят. Два планки на 8 ГБ. Вот здесь планка. Одна на 1300 МГц, вторая на 1600 МГц. А процессор пропускает, поддерживает 1300 МГц. Если у вас оперативная память 1600 стоит, а у вас процессор поддерживает только 1300 МГц оперативную, у вас просто будет частоту брать оперативы 1300 МГц. Несмотря что у вас 1600 МГц стоит оперативная память. Здесь планки по 4 ГБ стоят. Вот здесь нижняя стоит, здесь 710 дискретная видеокарта. Вот самая нижняя. А это GTX 1050 на 2 ГБ сверху стоит. На низком графике танки отлично тянет. Летает просто на 4К. В низком графике на этом видеокарте можно любые играть. Лучше мониторы покупать отдельным блокпитом. Вот такие подобные. Отдельные, которые запитываются. Мониторы, как ноутбук питаются. Лучше так брать. Лучше такие блокпиты вот такие брать подобные. Отдельные питаются. Потому что вот на этом мониторе у меня встроенный блокпит. Все подсветка, все работает. Только блокпит сломался внутри. Я узнал там. Прозвонился. Заменять надо это. Бочонок такой выглядит. Она из строя вышла. Сбухла. Она питает подсветку. Ну короче. Плюс. Большие плюсы этих отдельных блокпитов. У вас может даже выйти из строя сперва ваш блокпит даже не дожить. А моя подсветка у вас может дожить. Бывает так. Здесь подсветка даже нормально работает на этом. Проверял и замерял все. Прозвонил. Ладно это не важно пока. Вот здесь у меня указано. Что у меня здесь. 31050 стоит. Изображение выдает. На этот подключен дисплал форт разъем. Она квадратная такая. Не как HDMI. По-другому выглядит. Здесь размещены разъемы сзади монитора. Это блокпит питается. Вот это зарядник. Ой не зарядник этот. Блокпит короче. Отдельный. Вот я его отключу. Вот он. Так выглядит разъем гнездо его. И обратно втыкаем. Это 3.5 разъем для динамиков. Здесь можете напрямую динамики подключать. Так удобно. Сразу к монитору. Это получается здесь HDMI звук выдает. И выводит на динамик его. У монитора нету динамиков. Вот здесь характеристики указаны. Мониторы. Здесь размещены 3 разъема видеовыхода. Сейчас подключен дисплал порт. Вот это запомните. Вот это квадратный дисплал порт называется. Она отличается. Вот HDMI. У него два гладких угла. А здесь один гладкий угол. Это дисплал порт. Если я здесь не ошибаюсь. По моему здесь 1.4 версия HDMI. Здесь 2.0 по моему. Ну это блогеры говорят. Здесь еще говорили, что здесь 30 герц. Выдает вот эти HDMI разъемы на 4К разрешение. 30 герц. Сейчас будем проверять все это. Вот дисплал порт отключаем. Сейчас пробуем HDMI подключить на GTX 1050. Вот я подключаю его. И здесь тоже подключаем. К видюхе прям. Дисплал порт тоже отключаем. Она вот на 710 подключена. А я его туда поставлю. На 1050. 60 герц выдаст или нет. Проверим. Вот изображение показала. Телезо HDMI разъем. Сейчас будем пробовать ее настроить. 4К. Менюшку закрываем. 4К выставляем. Сейчас это HDMI подключим. И заходим в дополнительные функции. Заходим в монитор. Вот смотрите. HDMI 60 герц выдал. Она способна передавать 60 герц. Телезо HDMI подключить. На 4К разрешение. Короче вам не обязательно дисплал порт иметь разъем. Чтоб на видеокарте. Чтоб вывести вам 4К в 60 герц. Хотя минимум надо вам иметь. 4Х 1050. Потому что. Хоть на минималке. Чтоб игры нормально тянуло. Или на среднем графике. На максималке 4К не тянет. Нормальные игры. 20 кадров в секунду. И показывает это. Танки. Ворвов танк с 20 кадров в секунду. Показывает. Разрешение 4К. Играл в это. У Вольтера настройках. 20 кадров выдает. Это не играбельно. Сейчас пробуем. Строить. Подключить. Имею ввиду. На 710. HDMI. Этот же HDMI. Берем. Вторая видюха у меня. GT 710. Вот он. Дискретная видеокарта. И пробуем ее переключить туда. Одна гигабайтная видеокарта. Древняя. И переключаем туда. Она 4К показывает. Покажет или нет. Вот я вот действительно туда подключил. Смотрите какое-то изображение показывает. Серое показывает. Она пытается 4К показать. На него подключил. Сейчас попробуем его. Может. Переключить вот это. HDMI. И воткнуть опять. Вот. Смотрите. Показал. Если у вас вот такая серая фигня показывает. Изображение. И если вы древнюю видеокарту подключили. Вам надо HDMI просто взять. Переключить опять. Изображение покажет. И сейчас посмотрим. Вот заходим дополнительно. Показал. Вот сейчас 710. Одна гигабайтная. Это старая видеокарта. Авито или OX. Можете купить. По дешевке. Они там копейки стоят. Там. Вентилятора нет. Вот. Кому интересно. У меня вот процессор. Какой стоит. У меня здесь просто Pentium стоит. Вот смотрите. Pentium. Pentium. G 3260. На 3.3 Гц. У меня 64 разрядная система. Сейчас начнем играть игры. На GTX 1050. Вот я действительно на GTX 1050 буду играть. Вот дополнительно. Вот смотрите. 1050 стоит. Вывод изображения. Здесь плау порт разъем. Вот я запускаю. Рейдеринг запустить. GTX 1050. Через Samsung U28 E590. Вот я запускаю. Будем играть в танки. Это онлайн игра. В эту игру я давно играю. Уже с 2013 года. Хотите я вам буду стримы делать там. Пишите в нижнем описании комментарии. Я вот через этот модем сижу. Вот он. Через телефон сижу. У меня стационарной интернета нету. Я просто в новом доме живу. Здесь интернет. Переехал я в этот новый квартир. В трехкомнатную квартиру. Здесь интернета нету. Санкционарно. Приходится вот так через телефон. Заходить в интернет. В сеть. И этот интернет глючий. Вот здесь кадры в секунду написаны. Сколько показывает. Это FPS. Это я вам специально установил программу. Чтобы FPS показывать. Я хотел скачать FPS. Который показывает. Видео память. Процессор. Частоты показывать. Процессоры. Показывать эти программы платные. В нижнем описании. Напишите. Какая есть бесплатная программа. Которая FPS показывает. Я их находил. Они все платные. Сейчас этот. Показывает. В 4k разрешении. Сейчас заходим в настройку. Вот. 4k разрешение. 4k разрешение. Настроена. Игра. Эффектов никаких нету здесь. Почти нету. Можно этот. Для вас. Наверное. Низкий. В среднем. Поиграем. Графики. Посмотрим. Применить. Я на средний поставил. Пробуем еще раз. Зайти. Игру. Там. Перезагрузки. Я на средний поставил. Игры попросили. Из-за того, что я средние настройки не настроил. Еще раз заходим в настройки. Вот. Графика. 4k разрешение. Вот. Разрешение 4k. Средние настройки. Я здесь поставил. Вот здесь средние. Высоко ставил. Максимум ставил. Ультра. Включение 20 кадров в секунду показывает. 2 гигабайт. 4 здесь 52 гигабайт. Это недостаточно. Чтобы вот эти. Высоко. Максимум. Ультра тянул. Средние настройки нормально тянет. На средних можно играть. Вот. Все. Параметры. Я здесь ничего не крутил. Я просто тупо средний нажал. И все. Вот так. Кому интересно. Вот мои бои. Вот. 116 тысяч боев у меня. 52% побед. Я не статист такой прям. Максимум. Уничтожен. Забои. 10 танков. Попадаем. 65%. Вот. Техника. Посмотрите. Техника. Посмотрите. Вот. У меня. 17 тысяч боев напротив. Вот. Видите. Напротив. 17 тысяч боев. Вы представляете. Я на нем. Отлично. Играю. Вот. 56%. Побед. У меня. Три звезды. На этом. Против. И. Вон. Здесь все. Параметры. Покажи. Попадание. 77%. Ну. Короче. Отличный. Танк. Хороший. Танк. Это. Нагибающий. Танк. Попробуем им поиграть. Вот. Вот. У меня. Три звезды. На этом. Так. Раз. Два. Три. Означает. Что я. Играем. Т28. Прот. Т28. Прот. Вот. Т28. Прот. Нажимаю. Бой. С вами. Один бой сыграет. Ну. Вот. Я почти в топе. Восьмой уровень. Сейчас. Попробуем. Всех. Нагнуть. Вот. Смотрите. ФПС. Сверху. Обязательно. Снимает. ФПС. Вот. 40 кадров. Средний. Где-то показывает. 40 кадров. ФПС. Сверху. Вот. Как все видно было. Слышишь. Да. Пойду сейчас нагибать. Обычно я в низких настроях играю. мне все равно на этот графон. Мне она мешает. Пинг. Вот там. Пинг в 100 там почти. 200 кадров в секунду. В 4К. Передает. Это нормально. Вот. Смотри. Как прорисовка. Сними вот здесь. 4К. Разрешение. Там видно даже этот. Снег на нем. Есть. Снег. Башню. Снимай. Говорю. Башню. Башню. спросили. 4К. Разрешение. Смотрите. Какая детализация. Вообще. Какая детализация. Увеличил. Смотрите. сейчас я им покажу где раки зимой прот даст всем в рот протик даст всем в рот вот смотрите начинает мне мешать он долбанулся жара пойдет блин промазал у меня пушку сломал сейчас пофигу ой долбанул его пофигу пофигу прям прям аллах пар аллах пар вся не соснует у меня ой блин блин лаганул реально блин сейчас лаганул только что потому что через телефон играю лаги идут какие-то все таки это такой интернет такое не очень ой ёлки-палки но я такой не геймер потому что я не статисты я вам говорю я так на любителей игре не на стату все равно я не для статы играю я для удовольствия играю просто стабильно играет это смотрите я вам промазал вся моя накажу блин крепкий сочетать блин необычно там этот в ангар пошел отдыхает в ангаре я победил ну у меня 116 тысяч боев у меня опыт есть нормально играть правда что это танки другие мешает играть здесь короче этот у вас 4 как а вот здесь это все увеличенное короче 4 все просто детальному вот я в ноутбуке играл все так же все все размеры иконка все все размер танков почти так же здесь просто 4к плюс больше детализации у вас будет вот смотрите там танки с этой вот 4к разрешение вон ангар он 25 кадров в секунду показывает что там ей показывает 4к разрешение смотрите там царапины 4к разрешение 4к разрешение идет всем спасибо за просмотр и ставьте лайки нижнем описании есть приложение откор там и минимальный вывод 1 рубль это самое отличный заработок всем пока всем спасибо за просмотр и ставьте лайки всем пока монитор пк а вот кому интересно коробку смотрите внизу по бокам монитор 4к у 28 ей 590 модель самсунг 5 килограмм 30 грамм весит кажется общий вес 6 килограмм 700 грамм поддерживает в windows 8 еще в россии произведен samsung монитор 4k вот этот фоузи телевизор 3d и у джи телевизор samsung где-то 1366 768 разрешений одинаковый размер с этим монитором 4k 70 сантиметров рамка из-за того что толстый того телевизора samsung размер почти одинаковый все вы на этом канале все обо всем прошу всего лишь немного подписаться на мой канал я снимаю обзоры на любые темы под видео лайки оставь комментарии на следующее видео обязательно добавлю топовые комменты на видео ставь лайк подписывайся и нажми на колокольчик лайк подписывайся и лайк подписывайся и подписывайся и молчатка